Первые минуты пары с Аймири Антона и Анфисы на новом месте запечатлели сотрудники детского экоцентра. В канун самого долгожданного зимнего праздника для молодой семьи подготовили подарок. Улучшили жилищные условия, построили новый вольер. Уютный домик на втором этаже, несколько веток и канатов. Здесь есть все и для отдыха, и для игр, говорят специалисты. Год совместной жизни Антон и Анфиса отмечают в новой квартире. И, как полагается, новоселам наводят порядок. Игрушки по местам, канаты проверяют на прочность. Выдержат ли новые качели их непростой характер. Как говорит методист, активностью обезьянок не занимать. Порой они показывают акробатические представления, а теперь есть где разгуляться. Саймири по природе очень общительные и контактные. В отличие от, например, карликовых игрунок, рады любым гостям на пороге. Они очень контактные, очень любопытные. Мы часто даже их развлекаем, то есть в карман что-нибудь положим вкусненького. Они обязательно туда заглянут, лапками пошарят, что-то достанут. Какие-то даже пероэты бывают друг другу, повторяют. То есть в основном это происходит, конечно, когда они за лакомым кусочком. То есть один схватил, побежал, второй за ним. И вот у них вот эти вот такие виртуозные скачки начинаются. В отличие от старого вольера, в новой квартире есть еще и тихие, спокойные соседи. Пантеровые черепахи. Как рассказывает заведующая зоопарком Евгения Кистенева, самое главное в таком сожительстве без различия друг к другу. Что сейчас и происходит. Саймири обитают наверху, черепахи внизу. Никто никого не трогает, порой даже не замечает. А иногда жителям первого этажа достаются и лакомства. Орехи, фрукты, каша. Ведь маленькие обезьянки порядком в доме не заморачиваются. Для них совершенно обязательно все манипуляции с едой. Они могут и кашей, и спелыми фруктами натереть себя, натереть обязательно дерево, размазать по стенкам, тут же спиной потереться в это место. То есть у них это вот обязательный момент такого пищевого поведения. И сейчас у них вообще простор для этой деятельности. Сейчас все зоопарки России, мы не исключение, проходят процедуру лицензирования. Кто-то уже прошел, кто-то в ожидании результата, как мы, например. Вот это постановление совершенно четко определяет нормы на каждую особь, каждого вида. То есть теперь никаких случайных переселений, случайных размещений. Ждать потомства от новоселов придется как минимум год, говорят специалисты. Саймири Анфиса еще не готова к роли матери. Ей всего около двух лет. Обезьянье совершеннолетия наступает в три года. Впрочем, пара без проблем перенесла переезд и теперь радуется новому дому. Не все обитатели зоопарка могут похвастаться компанией. Отмечать Новый год по-прежнему в одиночестве будет лемур Томас. Пару ищут и карликовые грунки. По словам заведующей, женидьба процесс не быстрый, ведь все оформляется документально. Потом животные проходят карантин и уже знакомятся со своей будущей семьей. Впрочем, 2021 год для детского экоцентра выдался продуктивным. Для птиц построили теплые и уличные вольеры. Территорию зоопарка благоустроили. А в 2022-м планируют рядом с совами сделать еще один новый дом. Теперь уже для хищных птиц, конюков, коршунов, мелких соколов и других.